ОМТВЮА про Головне. В США Джо Байдена, который ведет себя абсолютно неадекватно, путается, впадает в маразм, даже не может достойно выразить слова соболезнования семьям погибших американских солдат. Вот этот хаос в США, а у нас? Вот посмотрите, сегодня абсолютно четкое, ясное, понятное и с огромным военно-политическим смыслом выступление, например, президента России Владимира Путина. Приводятся цифры, они, безусловно, радуют, тем более, что из уст главы государства звучит верифицированная, проверенная, правдивая информация. На этом фоне рост показателей предприятия оборонно-промышленного комплекса, прекрасно мы все понимаем, этот вклад в нашу общую победу. Или посмотрим, вот Лой Тостин вышел после своих злоключений, болезней, операций, и опять какая-то смехотворная абсолютная ситуация в Пентагоне. Ему задают какие-то вопросы, репортеры глумятся над ним. А с другой стороны, на контрасте, сегодняшнее селекторное совещание в Министерстве обороны Российской Федерации. Доклад министра обороны Сергея Шойгу. Все ключевые заместители. Мы слышим оценки, опять же, верифицированные, что только за январь число уничтоженных военнослужащих противника составило свыше 23 тысяч человек. Огромные потери у противника в технике. И Министерство обороны говорит о том, что мы продолжим тактику нанесения высокоточных, групповых, в том числе ракетных ударов, по ключевым объектам военной инфраструктуры страны противника. Кто бы как ни относился. Но с одной стороны, вот этот вот какой-то, честно говоря, удивительный просто хаос в умах и в управленческой элите США, при всей ей присущей, то, что я называю антисоветчиной, ну это русофобия в современном виде, желание укусить Россию, нанести ей поражение, ну, он, они выглядят смешными, но, тем не менее, не менее опасными. А с другой стороны, как четко все у нас. И это хорошо, потому что для тех, кто выполняет свои задачи в ходе и специальной военной операции, и в тылу, и добросовестным трудом укрепляет оборону мощь российского государства. Это очень важные индикаторы, как у них и как у нас. И, конечно же, слова президента Путина о том, что мы существенным образом укрепили потенциал наших стратегических ядерных сил, особенно важен на фоне вот происходящих масштабных, колоссальных по своим задачам, масштабным, привлекаемым силам и средствам, учениям Североатоматического Альянса. Репетирует реальную войну с Россией. При этом там есть ядерный ведь компонент. Вот анонсированные пуски, которые выполнит британская стратегическая атомная подлодка. Ну, в британских ядерных силах основной вид оружия — это американские морские баллистические ракеты «Трайден-2». Вот они заявили, что будет отрабатывать пуск. Фактически, как я понимаю, речь идет о пуске на предельной дальности, это проверки и систем боевого управления, принятие решения. Но в контексте происходящих учений мы понимаем, кто обозначен в качестве реального мишени этого пуска. Підпишите на канал и не пропускайте новые видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Я вот иногда рассказываю вам всякие шутки на этот счет. Могу сказать очередную. Значит, в Новороссии не будем ничего делать, не будем помогать. И бросили бы людей в Крыму. Во что превратилась бы в конце наша страна? В дряхлую, несамодостаточную, на самом деле, никому не нужную страну, с наличием большого количества природных ресурсов, которые все со стороны поглаживали бы покровительственно по головке и давали бы нам гнилую картошку в качестве гуманитарной помощи. И при этом всегда бы думали, что бы и как оттяпать. У нас за Уралом 12 миллионов человек живет. Вы понимаете, что там происходит? У нас 150 миллионов почти что, да? А за Уралом 19 миллионов. Дряхлеющая страна. Дряхлеющая страна, как и Владимир Путин. Он, кстати, случайно на этом мероприятии встретил своего доктора, узкого специалиста по мозгу. Об этом будем говорить дальше. Давайте-ка разберемся, как теперь будут бороться российские солдаты, захватчики с украинскими ФПВ-дронами. Мне надо срочно разослать это видео Стерненко, Паритуле, Мадяру и всем остальным, кто занимается производством ФПВ-дронов. Вот оно. Теперь эти товарищи, обладающие наручными часами, будут отводить от себя смерть. Это не точно. Мы все время получаем обратную связь с передовой, делаем свои приборы эффективнее, лучше. И вот сейчас некоторые модели у нас даже размером с наручные часы. Исходя из нашего опыта, именно комплексный вопрос по обнаружению, подавлению и противодействию расчетам БПЛА противника дает максимальный эффект. Так, при своевременном обнаружении удается подавить до 80% БПЛА противника. Смотришь на лицо маньяка, а его это особо-то не трогает. Ну, подумаешь, уничтожили российского солдата. Одного, второго, третьего, трехсоттысячного и далее, что там, в общем, все по математике. Все больше и больше. А ему как-то, как-то все равно это не трогает его, не болит маньяку. Почему? Потому что ему все равно, сколько он, россиян, отправит на мясо. Ну, в данном случае, как ни странно, он действительно маньяк один народ. Ему все равно, сколько людей погибнет в Украине и сколько погибнет в России. Исходя из этого, я думаю, что они себя кем-то называли раньше, старшие братья. Так вот, было бы прикольненько, чтобы они понемножечку начали там стрелять в друг друга. И на каком-то этапе, 100% это произойдет. А все почему? Потому что Манничелла создал условия, при которых страной, ну, в смысле, рашей, управляет умственно неадекватный человек. И докторов он реально к себе не допускает. Доброго здоровья, уважаемый Владимир Владимирович. Вы доктор? Да. Спасибо. Такая сложная работа у вас, такая, я не знаю, любимая, я не представляю, как это может быть любимая работа, в мозге ковыряться, просто это ужас какой-то. Ну, это вот такая, у людей такое, ведь мы так, душа и сердце настроены так, чтобы помогать людям. Это миссия, так же, как миссия священника. Это хорошая новость, что думает он время от времени о священнике. Время приближается к этому счастливому моменту в истории российского государства. Манничелла, этот доктор рассказывал о том, что ему тоже нужны деньги для того, чтобы оперировать. Он там рассказывал, как он делает операции российским солдатам на мозге, делает их очень качественно, что они, придя в себя, сразу бросаются вперед. Как вы только скажете, дайте денег на что-то, это сразу в ответ, услышите, плач Ярославный, что денег нет. Говорят, отправьте нас снова в Украину. Ну, в общем, патриот на патриоте. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео, пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon или других удобных платформах. Реквизиты в описании к видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!